здравствуйте спасибо что пришли год чудовищной страшной и абсурдной войны погибли уже десятки тысяч украинцев разрушены города они вынуждены скитаться вынуждены бросать свои дома вынуждены бежать таких людей уже миллион guten tag danke dass sie hierher gekommen sind ein jahr des ungeheuren schrecklichen und absurden krieges es gibt zehntausende unschuldige opfer unschuldige ukraine es werden ukrainische städte zerstört millionen von menschen müssen alles hinterlassen und fliehen но война убивает не только физически но и ментально война в том числе убивает и нас русских тех кто не согласен с режимом из-за войны мы потеряли и прошлое и будущее и настоящее мы потеряли прошлое потому что все 30 лет нашей работы наших попыток стать цивилизованными людьми влиться в один мир с цивилизацией пошли прахом путин уничтожил наше настоящее потому что мы сейчас не живем а существуем как сказала одна петербургская писательница пост смерть вот наши вот как она написала наше состояние наконец эта война лишила нас будущего потому что мы все теперь обречены до конца жизни жить с чувством вины и стыда перед украинцами и народом украины der krieg tut es nicht nur physisch sondern auch mental wir alle alle russen die mit dem regime nicht einverstanden sind und sich dagegen aufnehmen der krieg zerstörte unsere vergangenheit unsere zukunft und unsere gegenwart unsere vergangenheit wurde zerstört denn diese 30 jahre in denen wir versucht haben ein teil der zivilisierten welt zu sein und dazu zu gehören dass alles zerstört wurde es wurde putin hat unsere gegenwart zerstört denn wir leben nicht mehr wie existieren los wie eine petersburger schriftstellerin gesagt hat es ist ein zustand wie ein post tod und die unsere zukunft wurde zerstört denn wir alle sind jetzt dazu verdammt ein gefühl der schuld und der scham gegenüber den ukrainern zu empfinden unser ganzes leben lang еще одну страшную вещь открыла нам война молчание равнодушие миллионов наших соотечественников они к сожалению продолжают делать вид что ничего страшного не происходит вот взять хотя бы моих бывших коллег они продолжают некоторые из них выпускать фильмы снимают даже комедии выпускают спектакли и позируют перед фото вспышками на каких-то сессиях это совершенное безчувствие козлу совершенное безчувствие козлу и мы не можем найти объяснение этому этому поведению это не укладывается в голове и Мы делаем фотосессии. И это не смешно, что мы не понимаем. Как, между прочим, сказал президент Украины Владимир Зеленский, цитируя Льва Толстого, обращаясь к россиянам, это поразительное русское свойство, бесчувствие козлу, неспособность отличить добро от зла. И мы, конечно, все будем нести за это ответственность. Как вы можете уничтожить, если вы уничтожите Толстого, как Борис Ковенчуков сказал? Они уничтожили это божество, сказал Владимир Зеленский, и он читал Лео Толстой. Это несправедливость, что уничтожить божество, несправедливость, что уничтожить добро от зла. И все-таки скажем сегодня, россияне, остановите войну, остановите этот чудовищный абсурд. Мы уже испортили себе карму на сто лет вперед. Остановите этот ужас, иначе мы будем прокляты на века. Нет войны. И сегодня мы должны сказать, что Россия, обрадите этот шоколад, обрадите этот шоколад, обрадите этот шоколад. Мы уже уничтожили этот шоколад. Нет, 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 нет. Дмитрий Стридзиевский, президент Остеропа-Зентра. Дмитрий приходит из Украины и мы очень рады, что он говорит на этой сцене. Спасибо большое. Мы приглашаем на эту сцену Дмитрия Средиевского, политолога и председателя Центра Восточной Европы в Берлине. Дмитрий родом из Одессы, но уже с конца 90-х лет живет в Германии. Продолжение следует... Продолжение следует... В Европе пожар. Европа горит. Эта война совершается не где-то на Востоке, как иногда еще можно услышать в Германии. Нет, это большая европейская война. Своей агрессией и нападением на Украину Россия не только нарушила нормы международного права, но и бросила вызов сообществу ценностей. Продолжение следует... 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 Я знаю из общения с немцами, что многие немного боятся поставок, говорить о поставках оружия в регионы, где сейчас кризис, кризисные регионы. И я это понимаю, если учесть историю Германии, я понимаю это опасение, но я понимаю, что люди хотят решить конфликт за столом с помощью переговоров дипломатическим путем. Но нельзя закрывать глаза от реальности. Путин хочет завоевать всю Украину, Путин хочет расколоть Европу и нарушить европейский правопорядок. И поэтому каждый, кто помогает Украине, и помощь оружием тоже относится к этому, но и помощь населению Украины, и финансовая помощь, гуманитарная помощь, обучение украинских военных, прием беженцев из Украины. Все люди, которые таким образом помогают Украине, борются, помогают своему мирному будущему, делают вклад в свое мирное будущее. И мы не смогли предотвратить эту войну. Мы должны громко и ясно сказать об этом, но мы должны делать все возможное, чтобы завершить эту войну. И за окончанием войны, я имею, когда я говорю окончание войны, я имею в виду восстановление территориальной целостности Украины. И таким образом мы обеспечим свое мирное будущее. Спасибо за внимание. Слава Украине, слава ВСУ. Слава Украине, слава ВСУ. Слава Украине, слава ВСУ. Всех нас объединяет одна мечта Мечта о свободной России Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Обязательно! Сейчас мы приглашаем на нашу сцену Кинокритика Антона Долина С момента начала войны Антон выступил с жесткой критикой И, к сожалению, был вынужден покинуть Россию Потому что в его адрес стали поступать угрозы На его двери в квартиру был нарисован символ Z Это символ войны Поприветствуем Антона Добрый день Меня зовут Антон Долин Я кинокритик и иноагент Это очень странное сочетание И я сам еще к нему окончательно не привык Добрый день Меня зовут Антон Долин Я кинокритик и иностранный агент Я не знаю, что это название Когда-то я, как журналист Радио «Эхо Москвы», как корреспондент Был свидетелем многих демократических И антидемократических митингов в России Тогда дал себе за рук Что никогда в жизни на митингах выступать не буду В моей жизни так многое поменялось Что я решил изменить этому обещанию Которое дал сам себе больше 20 лет назад Сегодня ровно год Это совершение, я думаю, самого страшного, кровавого и бессмысленного преступления 21 века Самое же в этом ужасное то, что оно не было совершено год назад Оно совершается и продолжает совершаться сегодня На протяжении всего этого года Но это и год удивительного героизма и борьбы украинского народа За свою свободу За неотъемлемое право на эту свободу И мне кажется, что бескомпромиссность и отвага украинского народа Дает надежду нам всем Я не политик, не активист Я занимаюсь кино Поэтому могу совершенно безответственно сказать Что я уверен в том, что добро одержит победу над злом И украина обязательно победит Мы просто не знаем когда Я хочу сказать о том, в чем я немножко понимаю О культуре Эти разговоры идут весь этот страшный год И очень часто на них отвечают Что когда говорят пушки, муза должны молчать Я думаю, что этот лозунг выгоднее всего продавцам пушек Потому что единственное, что может противостоять пушкам вообще Это, как мы видим весь этот год Это человеческий дух А культура это то, что существует в области духа Я не говорю о культуре Которая именует себя великой культурой Как говорят о великой русской культуре Утверждает свое превосходство над другими культурами Такая культура оружие агрессора И я не говорю о той культуре, которая существует Для успокоения, для утешения, для бегства от реальности Такая культура сегодня многим нужна Но я имею в виду не ее Я не хочу говорить о культуре Я не хочу говорить о культуре Я говорю о культуре как о способе сопротивления И вспоминаю о том, как В не такие уже давние времена Сильные, здоровые, могучие мужчины Шахтеры Спускаясь в шахты Брали с собой клетку с канарейкой Пока канарейка пела Беспокоиться было не о чем Когда она замолкала Можно было начинать беспокоиться Если она падала и умирала Канарейка лучше человека чувствует Взрывоопасный газ Гибель человека была всего лишь вопросом времени Чтоack-то вьет Взрывоопасности Вы неistем Взрывоопасных Техswowned Уoodинг-Зевenix Поехали Субтитры делал DimaTorzok В России вместо канарейки выводят того самого золотого механического соловья из сказки Андерсона, который, как известно, прекрасно пел, но когда пришла смерть, он не смог с ней справиться, пришлось звать живую птицу. И я думаю, что всем нам сегодня совершенно необходима живая культура, та канарейка, песня, которая может спасти жизнь. Субтитры делал DimaTorzok И сегодня мы нужны этот живой птицу, мы нужны живую культуру. Я приехал сюда на фестиваль берлинский, Берлинале, и здесь мы видим, что есть единая культура. И в рамках этой единой культуры мы видим в фильмах потрясающую отвагу украинских кинематографистов, их честность, их бескомпромиссность. Мы видим, как независимые белорусские кинематографисты в изгнании организовали здесь, на фестивале, белорусскую независимую киноакадемию. Мы слышим с экрана чеченский язык, первый чеченский фильм, показанный за всю историю на международных фестивалях. Один из многочистых языков, которые не слышны в так называемой великой русской культуре. И все это, мне кажется, нам право на надежду. Пусть подлинная культура, которая не имеет права и не может быть вне политики, это ложь, что культура бывает вне политики, поможет нам одержать победу в войне, наказать всех, кто в ней виновен, и прийти, наконец, к демократии и свободе. Спасибо большое за внимание. Я хочу передать слово автору одного из этих фильмов, своему товарищу и режиссеру Виталию Манскому. Он выступает следующим. Мы требуем эту культуру, которую не может быть вне политики, не может быть вне политики. И я надеюсь, что именно эта культура нам помогает, чтобы все, которые для этого не существуют, и нам нужен нам Weg к демократии и к демократии. Нет войны, победа Украины, свободу России. Спасибо. Виталий Мански stellen wir noch kurz vor. Виталий Манскому. Мы приглашаем на нашу сцену режиссера независимого документалиста, основателя Дор... Прошу прощения, Ардок Фест, Виталия Манского. Антон сейчас затронул тему языка. Искусство, культура коммуницируют с аудиторией на языке. И поэтому я позволю себе сказать про свое ощущение языка в нынешнем историческом, трагическом моменте. Когда мы с женой эмигрировали из России в 2014 году и приехали в Латвию, где и до нашего пребывания существовали проблемы языковые, проблемы русских, латышей, определенные недопонимания, нежелание взаимной интеграции, или, так сказать, интеграции русских, может быть, о взаимной говорить некорректно, мы на Ардок Фесте проводили в числе прочего дискуссии, ну, типа, русский язык. Это язык Пушкина или язык Путина? И совершенно очевидно, что на этих дискуссиях все, и латыши, и русские, и немцы, и французы, и кто бы ни участвовал, говорили, ну, конечно же, конечно же, русский язык, это язык Пушкина. Путин его эксплуатирует, Путин им пользуется, Путин ни при чем. Но сейчас, когда происходит эта преступная война, Твою мать! Я лично стал ощущать, что русский язык, это уже не язык Пушкина. Это Путин отнял у нас, русскоязычных, наш язык. Мы онемели. Я, конечно, не могу говорить о всех присутствующих, я так понимаю, а, перевод, окей, конечно, давайте, перевод. Субтитры сделал DimaTorzok. Время, когда война на Леддинга, из-за отчета, у нас в Леддинга, вimos воротах в Леддинга, в проблеме с Россией и Леддинга. Участливости, унудшимости, унудшим, университетом, университетом, или даже не правильно, если мы не говорили, университетом, в русском языке. И в этом году были много дискуссионов. И в этих дискуссионах вопросов, что русский язык Пушкин или Путин? И в эти дискуссионах все об этом о том, что русские, русские, русские или французские, что русские слова Пушкинс. Путин не имеет значения с русской войны, он использует ее, но это не его язык, это idiка Пушкинс. Но сейчас, после начала этого дворечного войны, так вот я не могу говорить за всех но у меня ощущение что путин в каком-то смысле решил меня права голоса он выключил мой микрофон я говорю но без микрофона меня никто не слышит я онемел немому человеку довольно таки сложно отстаивать свою точку зрения и тем более сложно что-либо менять в мире вокруг самого себя для того чтобы мы могли что-то делать мы обязаны у путина отобрать наш язык мы должны путину вырвать язык слава украине я не могу говорить все-таки не могу говорить все-таки не могу говорить все-таки Я чувствую, что мне Путин мой голос. Это так, как будто бы он мне это микро изготовлен. Я говорю и он не слышит меня. Я говорю не в микро и он не слышит меня. Я вернулась. И для этого человека, который не слышит, это сложно, его позитивно. И еще сложнее, что-то изменяется в мире. И поэтому мы должны делать что-то. Мы должны принять путин наш язык. Мы должны принять путин наш язык. В рамках Украины. Нет войне. Нет войне. Нет войне. Нет войне. Нет войне. Нет войне. Нет! Нет, войне! Нет, войне! Нет, войне! Wir bitten unserem nächsten Redner auf der Bühne, Leonid Gozmann, ein russischer oppositioneller Politiker. Seit der Invasion Russlands in die Ukraine hat er sich auf schärfste gegen diese Invasion, gegen die russische Aggression ausgesprochen. Im September letzten Jahres wurde Leonid für ausländischen Agenten erklärt in Russland und daraufhin kürzlich danach auch festgenommen. Er konnte zum Klug Russland verlassen, konnte fliehen und wohnt seit ungefähr einem halben Jahr hier in Berlin im Exil. Aber mittlerweile steht Leonid auch auf der Verhandlungsliste. Wir müssen nicht vergessen, dass wir in Russland bleiben. Das sind die, die jetzt in der Türen für ihre politische Position stehen. Wir müssen uns auf die Wahl zu schätzen! SWBODU POLITZAKLICHEN! SWBODU POLITZAKLICHEN! SWBODU POLITZAKLICHEN! Vielen Dank! Ich monitored! ICH BRIDELAND! Lo gibt das革ste die Musik ausgibt! Wir werden von der Türen für die Ukraine gegen Russland berühren! Wir sind seitdem der Türen für die Flussland. Das war in der Türen für die Türen. Das war dann in der Türen. Ich bin die nächsten Kammer. Wir haben jetzt bei uns, in Berlin. Wir sind hier. Wir heißen! вам добрый день добрый день всем вы знаете меня сейчас спросил журналист зачем вы сюда пришли зачем вот они все сюда пришли я сказал потому что это и мой позор то что происходит потому что люди которые как гитлер 4 утра бомбили киев люди которые насиловали женщин в буче люди которые разрушают эту прекрасную страну они говорят по-русски они мои соседи по лестничной клетке они мои одноклассники и дети моих одноклассников я не могу считать что меня это не касается и поэтому я хочу чтобы мы все помнили что мы против этого я хочу чтобы люди которые вокруг нас которые проходят меня в этой площади знали что мы разные что не все русские поддерживают этот фашизм я хочу чтобы и они и путин знали что мы никогда не сдадимся мы никогда не сдадимся будем защищать свою страну правильный бутжер-бутжер фрауну в германии зря И я хочу сказать, что все, которые в час часа в вечеринке, в речке, в Азербайджане, в Буджи, в Азербайджане. Все люди, которые стыдят уничтожают, они уничтожают русский, они уничтожают в военном городе, они уничтожают в школу. Я надеюсь, что все, что с тобой, Я так не знаю немецкого, что даже не понял, что уже закончили период. Вы знаете, когда ровно год назад Путин и его комарили, потеряв остатки разума и совести, ну совести и раньше не было, начали этот кошмар. Никто не думал, что это продлится так долго. Пессимисты боялись, что Путин возьмет Киев, но не за три дня, так за две недели. Оптимисты надеялись, что получив поморзе в первые же дни, он уйдет. Но война продолжается. И мы не знаем, сколько еще она будет продолжаться, но мы точно знаем, что Украина победит. И залогом этому, и героизм украинских солдат, и солидарность всего мира, и украинские флаги в Берлине, в Париже, в Нью-Йорке, в Лондоне, по всему миру. Этот режим обречен. Украинские флаги в Берлине, в Берлине, в Лондоне, в Париже, в Нью-Йорке, показывают нам, и эта солидарность, что Украина победит, и что Путин победит. Задолго до нападения на Украину, задолго до нападения на Украину, Путин напал на Россию. Он напал на нас, он напал на нашу культуру, он напал на все лучшее, что было в нашей стране. Он уничтожил свободу слова и свободу совести. Он сажает лучших людей в тюрьму. Он уничтожил все, чем мы гордились. И многие считают, что он уничтожил навсегда. Многие считают, что России больше нет и не будет, что мы с вами генетические рабы. Вы рабы? Нет! А Путин ваш президент? Нет! Так вот, я верю в Россию. Я верю в то, что наша страна возродится. Я верю в то, что этот морок пройдет, и Россия будет свободной. Слава Украине! Героям слава! Свободу России! Свободу России! Свободу России! Свободу России! Свободу России! Ураг Свободه порядка! Свободов с Украины! И никто не думает, что Россия будет это сделать. Многие говорят, что это будет у Россия. И что мы генетические Склавы. Но мы не были склавы. Путин не наш президент. Я думаю, что Россия будет в будущем. Россия будет вновь и вновь будет вновь. Россия будет свободной! Россия будет свободной!